Итак, друзья, продолжаем делать наш квок. Значит, нам, в общем, заготовка практически готова, черновая, то есть она еще не обработана. Ну, скажем, более-менее уже сделана. Сейчас мы берем шлифт-шкурочку, это у нас соточка, и закончим мы 240-й. Вот, наша задача сейчас все сгладить, пройти все красиво, вот это все неровности, вот это все убирать. Вот эту вот часть, скажем, нож, его надо свести на нет, с одной стороны сделать острый, чтобы хорошо резало воду. Эту сторону мы просто убираем вот эти кантики, все, мы сюда трогать не будем ничего. Все, заокруглять ничего не будем. Вот, вот, сделаем сейчас это и займемся пятой кома таким вот. Вот такая форма получается пятой кома. Значит, мы это все сейчас обработаем, разметочку сделаем, вклеим, полокируем и посмотрим, что получится. Итак, приступаем. Значит, самое первое, это шлифовка. Шлифовка занимает, конечно, времени, нужно хорошо. Вот видно, да, вот есть, надо вывести, все красиво под руку сделать, вот так вот, в принципе, нормально. Так, поехали. Итак, с этой шкурочкой мы добились почти хорошей формы, вот так это все дело вышло. Теперь берем 240-ю и уже, как бы, делаем под морилочку и будем скрывать лаком. Но, перед тем, мы еще сделаем пятачок. Итак, смотрим. Вот так вот. Так, народ, получается вот такой вот квок у нас. Я уже, как бы, вывел ноль. Вот. Так вот, на ощущение, конечно, классно вышло. Вот такая вот заготовочка. Так, это готово у нас. Вот так вот получился нож. Я не знаю, камера это все передаст. Здесь сведено все на нет. Здесь просто все закруглил. Вот плавненькие переходики, ничего такого, все классно. Вот так вот. Так, теперь приступаем к пятаку. Вот пятак. Вот, берем опять же, начинаем. Сотая шкурка. Потом 240-я. И покраска. Вот. Следующий шаг. Это нам нужно разметить наш пятак. Ручка. Линеечка. Нож. Свердлышко. Два с половиной. Ну и шуруповерт, конечно. Сейчас отмеряем центр. Вот наш есть центр. Теперь, сейчас мы сделаем, сейчас я нарисую таблицу, по которой мы будем делать. Ну скажем, нам нужен угол 90 градусов. То есть, ну вот берем угольничек, да, вот первая меточка, вторая. Ну, соответственно, вот наши 90 градусов уголочек. Сейчас я начерчу. Вот. Вот. Ну, не digits. Свердлышко. Ну, не lifきас. Ну, не, ребят. Свердлышко. 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 Свердо. Свердлышко. так вот наш образец это угол у нас вот здесь 90 градусов так он я сейчас немножко подвину что не вылезла значит нам нужно чтобы вот эта точка скажем у нас вот форма квока она немножко заворачивается до ручка заворачивается нам нужно вот этой точечкой 9 вот выгнута вот это вот самая верхняя . на изгибе мы должны к ней коснуться к этой линии то если мы делаем кистевой кок нам достаточно 57 сантиметров более конкретно вот возьму линеечку вот всем можно сделать удавайте напишем от 789 это все сантиметры сантиметры вот от центра 78 9 сантиметров и вот теперь прикладываем прикладываем значит длину кока делайте уже как бы сами под себя то есть как зависимости какая лодка если это резиновая и хватит 35 если это какая-то дюраль надо делать немножко больше вот 42 45 вот давайте сделаем вот 47 можно сделать вот 47 сантиметров 47 сантиметров вот наш это у нас будет длина от ручки до пятака 47 сантиметров это для высокого борта для высокой лодки так вот у нас есть соприкосновение сейчас выставим как красиво ну вот допустим у нас получается срединка на 7 сантиметрах вот наши 7 сантиметров вот они посерединке то есть вот этого нам достаточно получается здесь ручка коснулась и теперь мы сейчас вот по нашу линию выставили и теперь нам нужно обрезать вот таком положении но сделаем здесь маленький так вот хвостик скажем так как мы будем этот выступ приклеивать до нашего пятака то есть наша задача сейчас вот так вот обрезать вот у нас есть угол вот это мы сейчас лишнее уберем обрезаем делаем сейчас давайте все по очереди обрежу и уже покажу как более конкретно все делать так продолжаем значит я вот сделал два вырезан вот теперь нужно это все перенести на наш пятачок то есть берем берем центр нашего ножика и прикладываем к центру нашего пятака и вот в таком положении вот так вот мы убили получается нам нужно вот это сейчас все выбрать вот так вот Продолжение следует... Итак, еще раз выставляем, прикладываем к нашему трафарету, выставляем по 90 градусов по горизонтальной линии, можно сделать небольшую пометочку, делать черточку. Вот так вот и с этой стороны. Это будет нашим ориентиром, как мы должны вклеить пяточку. Все, в принципе, разводим на бокситную смолу и приклеиваем. Это все мы потом уберем и когда будем зашкуривать, мы это все, лишнее все шашлифуем. Итак, я подготовил, значит я возьму небольшой кусочек бумажки, вот такой вот. Первый раз пользуюсь такой пятиминуткой, не знаю, сейчас посмотрим. Написано 1-2 минутки и все, клей застывает. Так, это убираем, это убираем. Так, два компонента вытекло. Это походу, да, вот эта крышечка, все хорошо. Так, дальше берем вот эти два компонента и быстренько смешиваем. У нас есть времени 1-2 минутки, не больше. Вот так написано в инструкции, сейчас посмотрим. Очень хорошо вымешиваем. Я раньше делал суперклеем вместе с содой. Ну вот, я перешел, попробую сейчас. Так, выставляем. Было ровненько. Вот так вот. Вот, сейчас попробуем этот клей, посмотрим, если хорошо он себя зарекомендует, можно о нем отработать. Итак, оставляем, ну написано 5-10 минут. Вот, наш клей подсыхает, мы продолжим это все обрабатывать. Так, смотрим. Прошло некоторое время, эбоксидка схватилась, все уже можно обрабатывать. Сейчас я обработаю, значит, буду использовать 220-ю и начнем с соточки, сотая шкурочка, потом 220-я. Друзья, забыл предупредить, перед тем, как обрабатывать пятак, нужно взять малярный скотч обязательно. И проклеить вот эту всю часть, потому что можно шлифт шкурочки повредить наш нож. Ну, тогда будет некрасиво, просто будут царапины и тому подобное. Все, я закончил шлифовать, вот так вот получился, вот видно, да, вот такая форма интересная пятака получилась. Теперь мы можем это все снять, и мы будем уверены, что мы здесь ничего не повредили. Все, у нас здесь все красиво. Так, теперь берем стаканчик, любую тару, без разницы, берем морилку, в моем случае это я буду использовать сегодня дуб. Мы сейчас это все пропитаем морилочкой. Я думаю, этого будет достаточно. Берем обычную кисточку и проходим все морилочкой. Вот так вот приобретает цвет уже. Хорошо впитываем. Итак, я прошел морилочкой, вот такая получилась у нас заготовочка, цвет дуб. Вот видно, да, неплохой цвет получился. Структура дерева, конечно, хорошо рисуется. Все, пятак сделали. Теперь берем, опять же, этот наш стаканчик, любая тара, кисточка. И я буду использовать акриловый лак на водной основе, матовый. Он совершенно не пахнет, то есть можно работать дома, в любом помещении, то есть никакого вреда он не приносит. То есть вот такой вот получается молочного цвета он. Нам нужна капелька, этот пока в стороночку. И вскрываем. Конечно, лучше вскрывать краскопультом. Но сейчас погода, компрессор плохо запускается, то есть приходится вручную делать. Но ничего. Вот такой вот он получается молочного цвета. Но мы его сейчас хорошо... И он приобретет матовый оттеночек. Он влагостойкий, отлично, когда после высыхания себя ведет в водных условиях. Значит так, друзья, проходим вот так вот полностью 2-3 раза. И я уже вам покажу готовый результат конечный, что получилось. И, конечно, мы его протестируем. Но протестирую я, конечно, уже в ванной, потому что выехать на водоем сейчас не получается. Тем более маленький ледик стоит, то есть негде протестируем. То есть звук, в принципе, покажет и в ванной. Итак, друзья, проходим сейчас по всему квоку 2-3 раза. Высыхает, и мы проверяем. Так, поехали. Вот это наш конечный результат. Вот это то, что у нас получилось. То, что я делал. Значит, я нанес 3 слоя лака. То есть 2 хорошо впитались. Третьим как бы я закрыл. Чувствуется прямо уже весь в лаке. Вот. Лак матовый. Он блестеть не будет. Вот. Матовая структура получила структура дуба. Вот такой пятак. Вот такой получился квок. И сейчас я его протестирую. Пойдем я проверю, как он работает. Народ, пришло время проверить наш квок. Вот наша самоделочка. Вот такой вот кистевой квок. Сейчас мы проверим, значит, что получается. Какой принцип работы такого квока? Работает только кисть. То есть принцип работы какой? Вы сидите в лодке. Доводите квок до воды. И делайте резкий рывок. Вот такого плана. И слышно характерный звук, да? Хлопок. До воды дошли. И делайте резкий, резкий рывочек. То есть вам нужно пузырь воздуха протянуть через воду. Вот так вот. Слышно, да, звучит. Значит, наш квок звучит. Но все покажется на рыбалке, при эхолоте. Посмотрим, как будут подъемы. Будет ли он работать. Здесь он звучит. На водоеме будет звучать немножко по-другому. И все покажет эхолот, конечно, друзья. Ну, вот такой, собственно, получился наш квок. Проделано немножко работы. И у вас в руках вот такой вот инструмент. И у вас в руках вот такой вот инструмент.